МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА День памяти и смутку. Сюня прошли мероприемства с нагоды 31-й годовины вывода войск из Афганистана. Свято закаханных. У Гомеля заявы на регистрацию шлюбу в день святого Валентина подали 37 пар. А зараз об этом и иншим больше подробно. Президент Беларуси Александр Лукашенко сюня официально открыл завод сульфатной белиной целлюлозы на базе Светлогорского целлюлозно-кордонного комбината. Основная мета этого проекта – створение импортозамешальной вытворчасти, ориентованной на освоение дровляных ресурсов. Размова идея, что годовые перепроцовцы больше 2 миллионов кубометров. С перспективами развития предприемства ознайомились наши корреспонденты. Зараз на постсоветской просторе таких сучасных вытворчастей нема. У России, например, опошний целлюлозный завод был побудованный в 80-х годах минулого стагодзя. У Светлогорску реализация инвестиционного проекта проводится в рамках указа президента Беларуси, который был подписан в дневне 2012 года. Подчас наведывания предприемства Александр Лукашенко я еще раз подкреслюл необходность такой вытворчасти для краины. Леса хватает? Нет проблем? Или есть проблемы? Нету проблемы. При выходе на максимальную мощность, Александр Григорьевич, нам потребуется 2 миллиона 400 кубов балансовой древесины. По прошлому году мы переработали где-то чуть больше 800 тысяч и произвели 149 тысяч. Вы считали, лесники обеспечены? Да. И мы решим проблему вот этого танкомера? Да, да, да. Не будет в лесу валяться ничего? Я скажу больше. Вот прошлый год и позапрошлый, когда была проблема с жучком, вредителем на Гомельской области, то мы здесь на площадке максимум приняли этого леса и переработали товарную продукцию с высокой добавленной стоимостью. То есть химическая переработка древесины, она на сегодняшний день является фактически одной из самых наивысших по добавленной стоимости. Не должно ничего пропадать, это наше богатство. Поэтому на этом предприятии будем перерабатывать и тонкую древесину, и потолще, любую можно переработать. Но нам надо переработать этот неликвид, чтобы не возить за границу за бесценным, а переработать целлюлозу, бумагу и дальше и так далее. Вот в чем был замысел строительства этого предприятия. Будовничество завода сульфатной белиной целлюлозы проходило непросто. Генеральный подрядчик, китайская компания Самсе, некольки разов спыняла работы, а на приконце 2018 года в уголе покинула объект. Для подрыхтовки завода до эксплуатации Светлогорский целлюлозно-кордонный комбинат протягнул больше, как 30 подрядных организаций. Как шакается, в другой полове этого года завод выйдет на проектную могутность, что месячную вытворность 33 тысяч тонн сульфатной белиной целлюлозы. Амаль 80% вырабленного будет поставлена на экспорт. И это не один плюс нового завода. В связи с тем, что был построен у нас завод, завод современный, на высоких технологиях, благодаря этому заводу у нас появились дополнительные рабочие места. Также мы привлекли многих специалистов, как своих, так и европейских. Почас наведывания Светлогорского завода сульфатной белиной целлюлозы президент Беларуси дает официальный старт новому предприемству. Символичная червона кнопка натиснута. Теперь необходимо нарушать вытворчность. Летостью поравнений с попередним годом, выпуск продукции на новом предприемстве повеличился больше, как в пять разов и достигнул амаль 150 тысяч тонн. Проектная могутность 400 тысяч. При ее достигнении 300 тысяч тонн целлюлозы будет поставляться на экспорт. Остатнее – на внутренний рынок. Почас наведывания завода президент ставит яшедную задачу – организовать вытворчность по перепросовке уже самой целлюлозы. Это позволит отрымливать большезначные прибытки. Что мы продаем? Мы продаем сырье. Ну, не древесину, как раньше, эти балансы за бесценок. Но мы продаем по хорошей цене целлюлозу, но мы продаем сырье. Надо с целлюлозы делать то, что делают там, куда мы придаем. Сегодня принято решение. Ваши специалисты и руководитель концерна прекрасно понимают, что должно быть дальше. Нам нужна глубина переработки целлюлозы. Нам нужно из этой целлюлозы делать соответствующие упаковочные материалы, делать мешки. Вы знаете, поставлена мною задача, чтобы уйти от полиэтилена. Мы загадим всю страну. Перегнивает, разлагается этот полиэтилен столетиями. То есть, правнукам нашим хватит еще. Поэтому надо от этого уходить. Надо все это заворачивать в булочки, пирожки и прочее в бумагу. У нас этого хватает добра. Но из этой целлюлозы, значит, надо создать эту упаковку и другие материалы. Поэтому, мною принято сегодня решение. Мы должны как можно раньше, но не позже этого года построить здесь за стенкой рядом цех. Вот пускай домостроительный комбинат и займется этим. Если они могут, вот им и заказ, построить цех, купить машину, она не дешевая. Наверное, 80 миллионов евро будет стоить. Но мы пойдем на эти траты, поставим машину и будем перерабатывать здесь целлюлозу. Второе направление, я не думаю, что нам надо откладывать это. Мы должны произвести вискозную целлюлозу. Вы на этом предприятии это можете сделать. Нужна осина, ольха, которую у нас сегодня девать некуда, она пропадает. И поэтому нам надо ускориться. Мы ее здесь переработаем. Допустим, будете 8 месяцев работать на хвойной целлюлозе. Правильно я сказал? А 4 или 3 месяца будете делать вискозную целлюлозу для предприятия, которое находится у вас фактически за забором и которое покупает только по импорту вискозу. Это ненормально. Александр Лукашенко упэлненный. Завод сульфатной белиной целлюлозы – предприемство для Беларуси необходное. А тому особливая падяка коллективу предприемства, який не глядяши на проблемы, робець усе махчимая для того, как реализовать инвестпроект у полным объеме. Это делает честь нашим специалистам вам, что вы сами справились с освоением мощностей этого предприятия. Молодцы. За это вам большое спасибо. Это вторая цель моего приезда – поблагодарить вас за то, что вы, отказавшись от недобросовестного исполнителя-строителя, сделали это предприятие сами. И вы получаете сегодня хорошую продукцию. Спасибо вам за это. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько. Телерадо. Компания «Гомель» со Светлогорска. Паша сновидвание завода сульфатной белиной целлюлозы президент Беларуси отказал на пытание журналистов. О приватности Александра Лукашенко звернулся до темы экологичной безпеки промысловых предприемствов. Я очень щепетильно, очень внимательно отношусь к экологическим вопросам. И когда мне доложили, что тут дурно пахнет где-то, разборки были жестокие. Вот некоторые из членов правительства здесь находятся, не зная, что здесь происходит. Ну, как вы говорите, в интернете. Потом помощник мне доложил, что здесь не все хорошо. Разборки были жестокие. Экология – вопрос номер один. Мы не должны в 21 веке создавать производства, от которых сами отравимся и детей своих отравим. Воздух, питание и вода – это важнейшие элементы для существования человека и его здоровья. И еще одно пытание журналиста утышилось в ситуации у сельской господарцы и докладнее необходности перегляду подыходов до ее ведения в совести с подтеплением климата. По словах Александра Лукашенко, необходно вызнашиться с культурами, которые будут посеяны на Гомельшине. Причем сделать это, необходно уже все лета. Сегодня уже абсолютно понятно, особенно гомельчанам, что климат резко изменился. Сегодня уже вы живете в климатической зоне южнее Киева. Как раньше было южнее Киева. Мы как раз сегодня обсуждали эту проблему с новым губернатором. И я его попросил до посевной кампании определиться, что вы будете возделывать, что вы будете высевать. Может быть, не везде, а это точно зерновые культуры. У вас пшеница, ячмень, традиционная рожь. Ну, рожь вы уже, может, и не сеете много. Вообще, наверное, уже не сеете. Более в северных районах такая культура северная больше. Может быть, побольше кукурузы, хотя вы кукурузный край. Вам надо сегодня уже не думать, а брать то, что мы опробировали из сельхозкультур и возделывать здесь, в Гомельской области. Мероприемства, присвященные Дню памяти воинов-интернационалистов, прошли сегодня в Гомеле. 31 год миновал с того самого дня, когда опошняя колонна советских войсков покинула территорию Афганистана. Удел Советского Союза в военном конфликте завершился 15 лютого 1989 года. Однако, не глядяши на минулые 10 годы, память о подвигу наших священников живее и будет жить. Памятные мероприемства и областные центры по традиции распочались с акцией «Запали свечку памяти». Под час службы у Свято-Петропавловским соборы прагушали имены кожного со 124 уродженцев Гомельщины, которые загинули при выполнении воинского обвязка в Афганистане. 119 из них похоронены на белорусской земле, 5 – замежами нашей страны. В память об их, а так само тех, кто зашел с життя в мирный час, сябры и родные поставили свечки в храме. Для нас, для афганцев, это святое. На сегодняшний день, уже на протяжении стольких лет, 31 год, это 31 годовщина, проводим все эти мероприятия, и они для нас очень важны. Важны, как дань памяти именно нашим погибшим. Также у нас производится постоянная встреча нас, живых ветеранов, потому что в обычной жизни не всегда получается встретиться. Сейчас на Гомельщине проживает свыше 3700 былых воинов-интернационалистов, которые воевали в 11 странах света. 3574 из них пройшли афган. Сегодня у всех объединяет Гомельская областная ветеранская организация афганцев. У нее звертаются за допомогой тому, что ведают. Тут не отмовят. Любая мелкая, если ты чем-то помог, оглянулся, и ты видишь, что человеку ты что-то помог. Например, вот у нас есть инвалид первой группы стал, надо было ему сделать пандус. Да, благодаря домоуправлению мы попросили и так далее, сделали. Человек, понимаете, не будет сам с компьютерами, сам с собой, он может на коляске выйти на улицу. Конечно же, стараемся решать вопросы оздоровления. У нас есть прекрасный госпиталь, куда на сегодняшний день, по нашей просьбе, никогда в жизни нам не отказывают. Ушанывать память загинулших и отдать данину поваги тем, кто пройшел в горячей окропке в далечении от Радимы, собрались околи мемориала помника воинам-интернационалистам. Тут каждый год, в день, 15 лютого, все напереды дни сотни людей. Для многих это место состреча с боевыми товарищами. Те, кто стратил близких на войне, знаходят доказ. Об воздвигу их сынов, братов и коханных памятают. Вот вспоминания, конечно, очень тяжелые, сложные. До сих пор снится Афганистан. Это до конца жизни. Вот каждый год мы сюда приезжаем. Почтить память наших боевых товарищей, которые погибли во время войны, а также погибли в мирное время, после Афганистана, от ран, овечей, от разных заболеваний, которые они там приобрели. Начали с простониками органов улады, ускласть вянки и кветки до мемориала сбирается великая колонна. Кожный крочет с ее и со своими думками. Однако, жизнь протягивается, треба глядеть наперед, в будущуюнюю и радоваться мирному небу над нашей краиной. Сам родом с Украины. Вывод, когда произошел в 89-м году, остался в Беларуси. Самая лучшая страна. Жена с Курска. То есть у нас интернациональная семья. Живем в Беларуси. Завершив широк памятных мероприемствовал концерт у городским центром культуры. Улику гостей, ветераны интернациональных войн и их семьи, а так само близкие загинувших. Со сцены ГЦК вспомнили ты, кто не вернулся додому и отдали до ненаповаги усим удельникам замежных локальных конфликтов. Евгений Кухаронак, Игорь Марышченко, Телерадо, компания «Гомель». Промые телефоны линии с представниками мясовой улады пройдут с 15 лютого. У Гомельске мабл-выконками на пытании громадян откажет старшиня областного совета депутатов Катярына Зинкевич. Телефон для совязи 33-12-37. В этот час принимать звонки будет старшиня гомельского гарвыконками Петр Кириченко. Звернуться можно по номеру 51-19-80-шатыры. Промые линии, як извышайно, працуют с 9 до 12 годин. Сегодня во всем свете означается самая романтичная свято – День Святого Валентина. У Гомеля заявы на регистрацию шлюбу в День усих закаханных подали 37 пар. Самая великая колькость, жадающих поставить штампу паспорта, все лета у отдела ЗАГС Центрального района – 10 пар. В ЗАГСе Гомельского гарвыконкама провели 8 церемоний. Цару закаханных, які уступили у шлюб 14 лютого, Анастасия и Артем Самайлович. Мы познакомились 5 лет назад в компании у друзей. Это, наверное, была любовь с первого взгляда. По народному поверью, наручник в паре стать. Всю жизнь вместе давайте. Прошу вас. Да, тоже о них и невесты выбирали специально, как каждый день Святого Валентина нагадываю молодым людям про новую годовину веселья. Жартують, что тогда докладно не забудут про свято. А кроме того, я не верю, что Святый Валентин станет заступником их союза и подороть их семьи долгие годы, наполненные каханнем. Информационную кампанию до дня усих закаханных проводят волонтеры Гомельской областной организации Белорусского товарыства «Червоного крыжа». Доброохотники наведывают прационные коллективы и установы адукации, каб нагадать парам, что отказные поводины и верность партнеру з'являются залогом поспяховых относинов и здоровья. Подчас акции закаханные молодые семьи публично давали клятву уверенности. Свои слова я не подмасовывали подписами у посвященни об регистрации урашистого обязанья. Мы уже встречаемся где-то около полгода. И, ну, не знаю, это, скорее всего, наше общее мнение, что мы считаем, что верность – это самое главное, что нужно в отношениях. И любовь – это то, что позволяет чувствовать нас себя нужными и дает уверенность за то, что именем. Верность своему партнеру – это, прежде всего, верность самому себе. Страсть – это очень хорошо, влюбленность – это просто потрясающе, но всегда нужно помнить о своем здоровье, поскольку репродуктивное здоровье – это наше будущее. Усяго, в эти дни в регионе «Червоный крыш» проведет больше за 20 информационных мероприемств, сярод в яких – тематичные беседы, викторины, лекции и конкурсы. Это и другие новины. Информацию о проектах телерады компании «Гомель» вы можете узнать на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуске завершены. Усяго доброго и до встречи в эфире. Де-факто на телеканале «Беларусь-4» в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Светлогорский пьяный школьник ногой разбил инфокиоск. Спустя пару дней несовершеннолетнего задержала милиция. О том, что экран инфокиоска поврежден, в РОВД сообщили работники одного из банков райцентра. Милиция стала проводить оперативно-разыскную работу и вышла на след 14-летнего подростка. Оказалось, что в тот день с друзьями он распивал спиртное в лесу, а позже, гуляя по городу, обратил внимание на инфокиоск и беспричинно нанес по нему удар ногой. К слову, на следующий день парень совершил новое правонарушение – попытался украсть спиртное из магазина. Возбуждено уголовное дело. Тем временем в Гомеле милиция разыскивает еще одного хулигана. Нарушитель обрисовал стену и двери лифта в доме по улице Мазурова, 19. Вот этот художник, личность которого пытаются установить правоохранители. Недавно к ним обратились возмущенные жильцы гомельской многоэтажки и написали заявление с просьбой отыскать пакостника. Сначала этот пассажир спокойно стоял в лифте, но потом достал из кармана острый предмет, провел по стене и нацарапывал на двери лифта надпись, которую обычно оставляют на заборах и гаражах. Милиция надеется, что кто-нибудь узнает хулигана и сообщит об этом в правоохранительные органы. В Гомеле произошел нетипичный случай угона. Двое автовладельцев обменялись машинами, а потом один из них тайком похитил свой бывший автомобиль. Накануне кражи хозяева иномарок списались в интернете, договорились об обмене без доплат, встретились и отдали друг другу свои автомобили. Житель Могилевской области передал гомельчанину ключи и документы от Форда Фокус, а тот, в свою очередь, от своего Форда Меркури. Ударили по рукам и делу конец. Но, как оказалось, это было только начало. Ночью житель Могилевской области вместе с приятелем вернулся в Гомель, нашел свой бывший Фокус, взломал дверь и попытался завести дорогую сердцу иномарку. После серии неудачных попыток автомобиль было решено взять на буксир. Угонщики проехали таким образом около 180 километров. Выйти на их след удалось благодаря правоохранителям из Бобруйска. Возбуждено уголовное дело. В деревне Годичево Гомельского района пожар унес жизнь пенсионера. Мужчина отравился продуктами горения. Когда спасатели вынесли его из горящего дома на свежий воздух, пенсионер не подавал признаков жизни. Характеризовался он положительно, спиртными напитками не злоупотреблял. Курил. Неосторожное обращение с огнем при курении – предварительная версия причины пожара. Спасатели освода выходят в новые рейды по водоемам области и совместно с МЧС проводят профилактические учения. Так, в Кармянском районе прошли плановые тренировки по оперативному реагированию в зимний период. Их главная задача – координация действий по спасению людей и решение проблемных вопросов. В объединении усилий спасатели освода и МЧС видят возможность достижения положительного результата по недопущению несчастных случаев на воде. Это вся информация выпуска. Я Александр Гамоля. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4 Гомель» новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. В экстралиге чемпионата Беларуси по хоккею состоялись очередные поединки. Злобинский «Металлур» гостил у юности. Столивары обозначили всю серьезность своих намерений буквально с первых секунд матча. Менее минуты понадобилось Алексею Михнову, чтобы вывести вперед свою команду. На 34-й минуте Соломонов преимущество гостевой дружины удвоил. Ударная концовка второй-третий матча вернула столичный коллектив в игру. 25 секунд хватило Колготину и Бокуну, чтобы уравнять цифры на табло. Настрой Столиваров это не сломило. На экваторе третьего периода Гринь оформил победную для гостей шайбу. Гомель по ходу первого периода выездного поединка против Немана сумел отыграться и выйти вперед. Удержать победный счет дружине Сергея Стасия не удалось. Хозяева льда в заключительной трети сумели восстановить паритеты и оформить победу. 3-2. В составе Немана отличились Бердников и дважды Малиновский. За Гомель забрасывали Тополь и Серегин. В ближайшие выходные состоятся матчи 15-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу. В субботу Гомельская быча отправится в Гродно, где сыграет с местным УВД «Динамо». Еще один коллектив из нашего областного центра свой матч 15-го тура проведет на домашнем паркете. ВРЗ ждет в гости Борисов 900. Поединок состоится в субботу на арене спорткомплекса «Локомотив». Начало в 15.00. Светлогорский ЦКК игру 15-го тура провел в минувшую среду и проиграл Щучину на выезде 2-3. Для команды из Гродненской области это первая победа в нынешнем чемпионате. У футбольных клубов продолжаются предсезонные спарринги. В субботу в крытом манеже стадиона «Луч» между собой сыграют Гомельский «Локомотив» и Речицкий «Спутник». Начало в 13.00. В воскресенье на этой же арене Гомель встретится с Держинским «Арсеналом». Начало матча в 15.00. Главное противостояние женского гандбольного чемпионата Беларуси БНТУ «БелАЗ» ждет в гости Гомель. Матч пройдет завтра. Начало в 14.00. Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть на сайте Белорусской Федерации Гандбола. Пока в противостоянии двух грандов впереди гомельчанки. Они праздновали победы в двух предыдущих поединках этого сезона. В Гомеле в спортклубе «Гомсельмаша» проходит 23-й открытый областной турнир по тяжелой атлетике памяти Эдуарда Гуриновича. Состязания собрали юных спортсменов из Белоруссии и Украины. Тренерская карьера Эдуарда Гуриновича связана со спортивной школой «Гомсельмаша». Наставник подготовил более 20 мастеров спорта. Среди них призеры и победители чемпионатов мира и Европы, участники Олимпийских игр. Авторитет и тренерское мастерство Эдуарда Гуриновича оказывало влияние не только на его воспитанников. Многие из коллег своим профессиональным становлением обязаны в том числе и ему. Он от Бога тренер. Я у него очень многому учился, потому что я пришел просто с нуля, прямо с помоста. И с ним было приятно очень работать. За награды мемориала Гуриновича борются почти три сотни атлетов из Белоруссии и Украины среди первых чемпионов турнира. Спортсменка из Лельчиц, кандидат в мастера спорта Татьяна Будько. Лучший результат показать не удалось, однако для победы этого все равно хватило. Сумма 83 килограмма. Я сегодня сумму свою не сравнила с кандидатом в мастера спорта. Мне должна была сумма быть 90. Последние комплекты наград 23-го открытого областного турнира по тяжелой атлетике памяти Эдуарда Гуриновича разыграют завтра. Во время мемориала Гуриновича проходит благотворительная акция по сбору средств на реабилитацию тяжелоатлета Дмитрия Ходоса, который в декабре на чемпионате Европы в Израиле получил серьезную травму. На помощь юному спортсмену направят и деньги, вырученные за билеты на завтрашний матч Экстралиги хоккейного чемпионата страны между Гомелем и Шахтером. Игра в Гомельском ледовом дворце начнется в 13.00. На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4. Редактор субтитров А.Семкин